Меня хорошо слышно. Просигнализируйте, пожалуйста, огоньком. Ага, спасибо. Понятно. Ну, отлично. Мы сегодня с вами будем говорить, ну, вернее, я в основном буду говорить, о сервисах для создания онлайн-презентации. Я подготовила небольшой обзор о некоторых инструментах, которые можно использовать как раз для создания такого формата. Это один, наверное, из самых популярных форматов. Естественно, все инструменты в одной презентации уместить было сложно. Их более 20 – это только те, которые предоставляют бесплатные опции. Поэтому отобрала сегодня 14 инструментов, о которых я и поподробнее расскажу сегодня. Но не теряя времени, давайте перейдем, собственно, к вебинару. Итак, естественно, такой вопрос, когда я выступаю с этой темой, часто возникает вопрос у слушателей, собственно, а зачем онлайн-презентация? Если есть замечательная программа PowerPoint, которая практически все задачи закрывает, помогает создавать презентации, анимацию с различными эффектами, триггерами. Ну, в общем, можно сделать практически все с помощью этой замечательной программы. Спору нет, конечно, это так. Но онлайн-презентации, сервисы для их создания появляются все новые, интересные. И, естественно, находят отклик в сердцах слушателей. Почему? Ну, во-первых, они предоставляют возможность быстрого доступа к презентации с любого устройства. Как только вы создаете презентацию, вы ее тут же и публикуете в интернете. И таким образом можете легко ее открыть на любом мобильном устройстве, на любом компьютере, в любое время, лишь бы был доступ к интернету. Вы можете бесконечно возвращаться к этой презентации и редактировать ее. То есть не нужно будет ее удалять и загружать какую-то новую. Вы можете здесь же в режиме онлайн тут же отредактировать, изменить информацию, удалить слайды, добавить новые. И тут же эта презентация изменится, и у всех, у кого ссылка есть на нее, она тоже поменяется. Это очень удобно. К тому же онлайн-сервисы предоставляют возможности для коллективной работы. Это, наверное, один из самых больших у них плюсов. Они позволяют организовать совместную деятельность. Все, кто имеет доступ к презентации, могут ее либо комментировать, либо редактировать. Это хорошие перспективы для проектной деятельности, например, для какой-то совместной работы, творческой. Ну и к тому же сервисы предоставляют очень необычные эффекты, 3D-эффекты, анимация, разнообразные украшения, которые делают презентацию более необычной. Исходя из этих плюсов, мы сегодня и рассмотрим наши сервисы. Еще здесь такой момент, что некоторые сервисы, и не все, конечно, но некоторые предоставляют возможность организовать на основе презентации видеоконференции, стриминги или создавать видеоуроки на основе презентации. Какая-то такая дополнительная опция, что тоже не может не радовать, этим можно пользоваться. Ну и так. Когда мы говорим об онлайн-презентациях, первое, наверное, что приходит в голову, то это, конечно, Google-презентации, самый популярный инструмент из набора Google. Я вам сейчас много ссылок отправлю в чат, потому что их действительно много, разных презентаций, созданных с помощью этого сервиса. Возможности у него действительно очень хорошие. Во-первых, сервис бесплатный, работает без ограничений, позволяет создавать презентации на основе текста, изображений, добавляет туда видео, аудио, диаграммы, таблицы и многое-многое другое. Добавлять к ним анимацию, переходы между слайдами. Есть небольшая библиотека шаблонов, которые позволяют оформить презентацию. Ну и, собственно, можно загрузить свои слайды в PowerPoint и оформить их в режиме онлайн. На выходе мы получаем ссылку на презентацию. Можем ее вставить на сайт или в блог. И можем ее скачать к себе на компьютер в формате PDF, например, PowerPoint или как обычные картинки. Единственное, что нам необходимо, это Google аккаунт. И, собственно, на нашем Google диске мы и будем создавать эту презентацию. Итак, собственно, рабочее поле выглядит примерно вот так. Я открыла одну из своих презентаций, которая создана в этом сервисе. Рабочее поле сразу подсказывает нам, какие инструменты здесь собраны. Ориентироваться здесь достаточно просто, потому что язык русский и сами названия вкладок помогают понять, для чего они нужны. Основные две вкладки – это вкладка «Слайд». Она позволяет оформлять слайды, выбирать у них тему оформления, цветовую гамму, менять фон и так далее. И кнопка «Вставка», которая позволяет вставлять различные объекты на слайды презентации. Здесь же есть горячие кнопки внизу на нижней панели инструментов, которые помогают выбрать, например, фон презентации, макет слайда, выбрать тему оформления или переходы между слайдами. Здесь еще быстрее с помощью этих волшебных кнопочек. И рядышком кнопки для добавления текстов, картинок, фигуры форм, стрелочек разнообразных, комментариев. Тоже все достаточно быстро и просто. Итак, у сервиса есть несколько шаблонов для оформления. Не так много, но если нам необходима какая-то своя тема, мы можем загрузить слайды из PowerPoint и применить эту тему оформления к нашим созданным слайдам. Далее мы можем выбрать переходы между слайдами, либо через кнопку, а ссылки не надо копировать, вы можете прямо из чата по ним переходить. Если хотите скопировать, то попробуйте правой клавишей мыши. Открыть ссылку в новой вкладке, а там уже из браузера эту ссылку можно скопировать, если вот так нужно. Итак, возвращаемся назад. Выбираем переходы между слайдами. Здесь есть небольшие возможности. Можно выбрать вид перехода, его скорость и применить эти переходы ко всем слайдам, что делает презентацию поинтереснее. Что еще можно с ней сделать? Через кнопку «Вставка», как я уже сказала, добавляются различные объекты. Вот я открыла, что здесь можно добавить. Картинки с компьютера загружаются, тексты, аудио и видео. Что касается аудио, оно добавляется из Google Диска. То есть, если у вас есть какой-то аудиофайл, который мы хотим вставить внутрь презентации, то сначала мы его грузим на свой Google Диск, а оттуда перекидываем в презентацию. Что касается видео, оно загружается по ссылке из YouTube или опять-таки из Google Диска. Фигуры. Есть библиотека фигур. Таблицы и диаграммы строятся прямо здесь, внутри слайдов. Так же, как и в PowerPoint это делается. Есть WordArt, для тех, кто любит эти оформительские штучки, линии. И дополнительно к объектам мы можем добавлять анимацию и гиперссылки. Гиперссылки двух видов. Есть ведущие на внешние ресурсы, например, на какие-то сайты, страницы и так далее. И есть ссылки, которые ведут на слайды внутри презентации. Я сейчас подробнее об этом расскажу. Что касается новинок. Если вы Google презентациями пользовались, то, наверное, обратили внимание, что появилась новенькая у этого сервиса, а именно вот. Возможность добавлять стикеры и гиф-анимацию. Появилась библиотека стикеров и гифок, которые можно вставлять внутрь слайдов. Так что новая функция, новая опция. Можно пользоваться. Как я уже сказала, ко всем объектам, к текстам, картинкам можно добавлять анимацию. Все делается точно так же, либо через правую клавишу мыши, добавление анимации, или через соответствующую кнопку анимации. Так же, как и переходы между слайдами. Выбираем эффект анимации, его скорость и как будет анимация действовать. По щелчку или автоматически. Ну, в общем, все как в PowerPoint, только немножко попроще. Так мы можем анимировать любые объекты. Очень часто у нас, я вам, по-моему, ссылочку уже отправила на выставку, вот на эту, которую вы сейчас видите на экране. Очень часто бывает, что нам необходимы ссылки внутрь презентации. Что это значит? Например, есть вот такая вот выставка, и мы хотим, чтобы, нажимая на каждую книжку на этой выставке, мы попадали бы на отдельный слайд, рассказывающий об этой книге. Это вот первый слайд, допустим, а дальше будет сколько-то слайдов, 12 слайдов, например, которые рассказывают про каждую из этих книжек. Это делается через опцию ссылка. Как я уже говорила, внутренняя ссылка или внутренняя навигация. Выбираем объект. В данном случае это у нас книжка, обложка книги. Выбираем опцию ссылка. Вот она вверху кнопочка. И нам нужна не обычная ссылка, которая ведет на веб-ресурс. Нет. Нам чуть ниже надо опуститься и найти раздел «Слайды в презентации». Если у вас этот слайд уже создан, вот про эту книжку сказки Пушкина, то мы его просто из списка выбираем. Например, это слайд номер 2. Нажимаем, сохраняется это все. И таким образом вот такая внутренняя навигация установлена. Точно так же мы можем расставить по всем слайдам стрелочки вперед-назад. Нажимается внутренняя навигация. Такая вот дополнительная опция. Очень неплохая. Что еще интересного есть в Google презентациях? Если мы нажмем на значок с изображением вот этой вот камеры, то мы откроем нашу презентацию уже в новом сервисе, который называется Google Meet. Может быть, вы пользовались. Это сервис для проведения видеоконференции. То есть на основе этой презентации мы можем сразу же организовать видеоконференцию в режиме реального времени, разослать ссылки участникам и провести мероприятие. Более того, есть возможность использовать эту презентацию на обычном мероприятии. Не на виртуальном, а вот в аудитории, например. Для этого есть опция, которая называется «Слайд-шоу. Режим докладчика». Вот так оно выглядит. В чем заключается эта опция? Вы открываете на большом экране саму презентацию. На экране компьютера, с которого вы будете ее запускать, у вас будет режим докладчика. То есть вы будете видеть свои слайды с заметками, если есть там какие-то заметки у вас, и вопросы аудитории. Это тоже можно здесь сделать. Как это делается? Вот так выглядит режим докладчика. То есть у вас набор слайдов, которые вы будете рассказывать, и вы можете организовать сбор вопросов о аудитории во вкладке, которая так и настывается. «Инструменты аудитории». Вы можете подключить эту опцию, и на большом экране появится вот эта вот ссылочка. Это ссылка, с помощью которой аудитория может подключиться с помощью мобильных устройств к презентации и отправлять вам вопросы по ходу вашего выступления. Вопросы вы можете выводить на экран и отвечать на них. Такая вот полезная штучка. И можно организовать обсуждение в большой аудитории. Никак количество участников здесь не ограничено, то есть все бесплатно и все совершенно без ограничений работает. Так что вот такой хороший интересный инструмент еще. Если нам нужно скачать презентацию, то мы обращаемся во вкладку «Файл». Здесь есть опция «Поделиться». Вот она вверху, эта кнопочка. Эта кнопка публикует презентацию в интернете и дает нам возможность получить ссылку и код, чтобы встроить ее, например, на сайт или в блог. Чуть ниже кнопочка «Скачать», которая позволяет сохранить презентацию на компьютер в формате PDF, презентации, картинки или текста, как мы захотим. Ну и дальше уже весь остальной список кнопочек тоже есть дополнительные всякие хорошие вещи. Например, можно распечатать тут же презентацию, создать ее копию, удалить и тому подобные вещи. Вот такая вот вещь. Ну, осталось только рассказать про совместный доступ. Если вы обратите внимание, около каждой презентации кнопочка есть для совместного доступа. Сейчас чуть назад вернусь. Где она у меня? Ну, ладно, не буду искать. В общем, в правом верхнем углу есть кнопка для совместного доступа. Она называется «Настроить доступ». Она позволяет предоставить доступ к презентации даже тем, у кого нет аккаунта Google. Для этого выбираем опцию «Общий доступ». Формат «Все, у кого есть ссылка». Ну, а дальше выбираем роль, какую опцию вы предоставляете. Либо все смогут только читать, либо все могут только комментировать, либо вообще могут редактировать. Это как раз для совместных проектов. Еще раз повторюсь, редакторам, если вы даете им ссылку и такой доступ, регистрироваться в Google не надо. То есть они могут работать совершенно спокойно. Ну, естественно, в ходе работы можно комментировать все происходящее. Например, каждому участнику мы раздали по слайду и предложили им создать какую-то свою работу на этом слайде. Вы, как руководитель проекта, можете подключаться к работе, оставлять комментарии к созданным слайдам. Например, какие-то замечания отдавать пользователям, подсказывать что-либо, помогать. Для этого есть опция «Комментарии». Две кнопочки «Либо это, либо это» открывают поле для комментариев и можем им вписывать необходимый текст. Нажимаем на кнопку «Добавить» и пользователь, который оформлял этот слайд, его увидит. Ну и, соответственно, может на него ответить. Таким образом, появится небольшой чат с правой стороны презентации. Вот в целом и общем такой беглый обзор сервиса. Он по-прежнему остается одним из лучших, одним из самых доступных и самых простых для освоения. Поэтому, если у вас не запрещено пользоваться аккаунтами Google, то, естественно, можно его использовать и нужно. Он очень хорош для работы. Если все-таки такие запреты существуют, либо вы по каким-то причинам не хотите заводить Google аккаунт, то есть возможность завести Яндекс.Аккаунт и работать уже с Яндекс.Презентацией. Давайте я вам ссылку отправлю на свою презентацию, но сразу предупрежу, ее прям так посмотреть не получится. Это особенность Яндекса. Ее придется скачать на компьютер. Если вам интересно, можете скачать, посмотреть. Там, в общем, ничего особенного, просто обычная презентация с текстом и картинками. Но если интересно, можете посмотреть, как она выглядит. Итак, я уже повторялась, что в последнее время нельзя вставлять на слайд изображение, если вы вошли без аккаунта Google. Честно говоря, первый раз об этом слышу, что есть такие ограничения. Надо проверить. Спасибо за информацию. Итак, Яндекс.Презентации. Точно так же, в общем-то, они похожи между собой, что Яндекс, что Google, есть что-то общее. У Яндекса, конечно, сразу же, скажем, возможности чуть поменьше. Здесь нельзя вставлять видео, нельзя вставлять аудио. Но если это не принципиально, если мы можем создавать презентацию только на основе текстов и изображений, то, пожалуйста, ничего сложного здесь опять-таки нет. Здесь интерфейс еще больше похож на PowerPoint. В общем, вкладок здесь поменьше, и в них очень легко сориентироваться. Через кнопку «Вставка» вставляем различные объекты. Через кнопку «Переходы» настраиваем переходы между слайдами. Анимация – это, соответственно, для анимирования объектов. Ну и совместная работа позволяет настроить доступ к презентации и разрешить совместное редактирование. У сервиса есть 12 шаблонов. Вот они сейчас открыты на экране. Для оформления опять-таки можно этот шаблон перекрасить, видоизменить и тому подобные вещи с ним произвести. Ну, в общем, шаблончиков немного, но для быстрой работы, в общем, наверное, этого достаточно. Итак, что можно вставить внутрь презентации? Тексты, различные красивые и обычные тексты, изображения, диаграммы и таблицы, которые прямо в репрезентации строятся. Различные фигуры, ну и, в общем, гиперссылки можно прикрепить к текстам. Собственно, на этом все и заканчивается. Фон, опять-таки, мы можем оформить. Это все делается с правой стороны, залить его цветом, выбрать фоновое изображение, сделать его прозрачным, непрозрачным, пронумеровать слайды и все, наверное. Переходы между слайдами. Вот небольшой списочек этих переходов. В общем, их вот не так много. 4, 5, 6, 7, 8. 8 переходов, которые позволяют настроить переходы между слайдами. Мы можем сделать, чтобы слайды менялись по щелчку, либо устроить автоматически. Но как это в PowerPoint делается? Вот для этого есть специальное поле, и мы можем выставить время задержки у каждого слайда. Голосовую полоску можно ли вставить где-либо? Я не совсем понимаю, что такое голосовая полоска. Если вы мне объясните, я отвечу на ваш вопрос. Что касается анимации. Анимировать здесь тоже можно любой объект, тексты, изображения. Вот список анимаций. Здесь они, мне кажется, позаимствовали их у PowerPoint, потому что они все, собственно, повторяют. Точно так же есть возможность запускать по щелчку. Есть возможность использовать триггер, как в PowerPoint. То есть мы нажимаем на один объект, появляется другой объект. Настраивать эту анимацию тоже можно по длительности, по задержке, по времени и так далее. В общем, здесь очень проработанная эта опция. Что касается совместной работы. Сервис предлагает два варианта совместного редактирования. То есть в чем суть заключается? Здесь нельзя сделать так, что вы разрешаете либо комментировать, либо редактировать. Здесь сразу редактирование. Такой вариант. Редактирование бывает разное. По умолшанию стоит опция «Быстрое редактирование». Это когда в режиме реального времени вы только создали что-то, и оно тут уже автоматически сохранилось. Вы можете ввести режим «Строгий». Это когда сохранение происходит только при нажатии на кнопку «Сохранить». Может быть, это не очень удобный вариант, но для кого-то может и пригодиться. Точно так же, как и в Google, вы получаете ссылку для совместного доступа, рассылаете ее с автором, и с автором по этой ссылке переходят внутрь презентации и начинают с ней работать. Насколько я помню, тоже регистрация здесь не обязательно, чтобы редактировать по предоставленной ссылке. Если я не права, то поправьте меня в комментариях. Просто я с Яндекс.Презентация работаю не так часто, и могу здесь немножко ошибиться. Да, нужна регистрация. Значит, здесь нужна регистрация, без нее никак. Но просматривать презентацию вы в любом случае можете без всякой регистрации, без ссылки. Большой минус, что презентацию, даже если вы ее сохранили у себя, то встроить вы ее никуда не сможете. То есть вот точно так можно делиться, как я, с ссылочкой. И то вы ссылочку откроете, а там написано «Скачать». Вот. Только таким образом можно просматривать презентацию. Это не очень удобно. И функции встраивания не хватает. Яндекс.Презентация недоступна для Беларуси, например. Увы. Ну тогда берем Google Диск. Или сейчас еще другой покажу. Это другой сервис, который можно тоже использовать. Он мне нравится больше, чем Яндекс.Презентация. Увы и ах, но, к сожалению, на Яндекс.Презентациях настаивают многие организации. И так или иначе этот сервис приходится осваивать. Мне тоже в нем не все нравится. Минусов достаточно много. И давайте перейдем к следующему инструменту. Называется он «Зоха Шоу». Это инструмент наподобие Google Диска, наподобие Google Презентации, который точно так же, ну в общем все те же функции он выполняет. Собственно, их даже если сравнивать между собой, они примерно одинаковые по функционалу. То есть здесь можно добавлять и картинки, и видеоролики. Что тут у нас еще? Аудио. Есть анимация, шаблоны для оформления. И здесь очень симпатичные шаблоны для оформления. И вообще здесь очень хорошо проработан дизайн. Много красивого, много красивых рамочек, оформления. Ну в общем здесь на красоту обратили внимание создатели сервиса. Регистрация здесь обычная по адресу электронной почты. Можно, если есть аккаунт Google, то можно и через него тоже зайти. Ну давайте посмотрим на возможности. Презентацию, ссылочку я вам кинула в чат. Он сейчас русифицирован. Это большой плюс, потому что до этого он был на английском, и некоторые пользователи смущались, говорили, что сложно. Сейчас все стало намного проще. Сам сервис выглядит вот так. Это рабочее поле. По центру слайд. По бокам. Здесь у нас, как всегда, список слайдов с одной стороны. Но с другой стороны, панель инструментов для оформления. Что здесь можно оформить? Ну, естественно, выбрать макет слайда, выбрать тему оформления и кнопочка для запуска слайд-шоу. Про слайд-шоу я в конце расскажу. Сейчас сконцентрируемся на оформлении и на вставке. Вот тема для оформления. Они достаточно симпатичные. Более того, здесь можно выбрать и широкие слайды, и обычные слайды. И довольно красиво тут все проработано. Большой набор инструментов. Можно залить одним цветом. Можно картинку скравить в качестве фона, если это нужно. Далее. Анимации и переходы между слайдами. Вот так они и выглядят, настройка переходов в разделе «Переходы». Анимация, внутри «Переходы». Выбираем функцию переходов. И здесь достаточно много. Как в PowerPoint, наверное, примерно такое же количество. Настраиваем длительность перехода по щелчку или автоматически. Это все стандартное. Дальше. Теперь, что касается вставки. Вот я открыла вставку. Ну, тексты понятны. Кстати, у текстов здесь тоже очень много красивых оформительских штучек. И очень многие шрифты поддерживают русский язык. Если сравнивать с Google, то у Google набор шрифтов не очень большой. Здесь примерно в полтора раза больше этот список. И хорошо они все работают с русским языком. Теперь, что касается мультимедия. Вот список мультимедийных элементов, которые можно встроить. Картинки. По, естественно, с компьютера и по ссылке из интернета. Дальше. Аудио. Что замечательно, здесь можно аудио добавить прямо с компьютера до 100 мегабайт. Или записать озвучку в режиме 5-минутного на каждый слайд. Ну, в общем, озвучить свою презентацию здесь можно прямо в режиме онлайн. Дальше. Видеоролики загружаются либо с компьютера, либо по ссылке из YouTube. И есть замечательная штучка, называется это гаджет, когда мы можем встроить любой объект по коду. Ну, например, на Google карту. Да, у нас есть код, созданный Google карты, мы можем ее вставить на слайд. Или какая-нибудь викторина, созданная в стороннем сервисе, можно попробовать ее сюда вставить. Ну, я не буду обещать, что все прямо коды здесь поддерживаются. Вот, что касается Google карты, точно поддерживается. Викторина Ленина с меня встроилась. В общем, здесь надо проверять. Может быть, не всегда этот код поддерживаться будет, но тем не менее, что такая опция есть, это большой плюс. Ну, а дальше все стандартно. Фигуры, таблицы и диаграммы. Все как в предыдущих сервисах. Все точно так же. Либо из библиотеки сервиса берем фигуры, либо строим таблицы и диаграммы внутри слайдов. Что касается ссылок и различных внутренних и внешних. Вот, пожалуйста, раздел с гиперссылки. Например, мы хотим пристроить нашу гиперссылку к какому-то тексту. Как только мы щелкаем по тексту, открывается панель для редактирования этого текста. И в самом низу мы увидим опцию гиперссылка. Ссылка может ввести на какую-то веб-страницу, на адрес электронной почты или на слайд. Ну, это то, о чем я уже рассказывала. Это когда мы на слайды внутри презентации настраиваем внутреннюю навигацию. И вот таким образом мы можем организовать переходы между слайдами внутри презентации. Ну, как мы видим, здесь очень, на что хотела бы обратить, очень подробные настройки. Это касается не только текстов, но и картинок. То есть здесь есть междустрочные интервалы, отступы, надписи, форматирование, центровка, шрифты, различные другие опции. В общем, очень хорошо здесь все продумано. Анимация здесь тоже очень красивая. Мы можем анимировать любые объекты, причем выбрать эту анимацию из списка. Вот, готовая. Либо можем создать свой собственный путь. Может быть, вы делали такое в PowerPoint, когда мы рисуем мышкой путь, по которому будет двигаться объект по экрану. Может быть, это не так важно, но такой своеобразный красоту придает презентации. Почему нет? Особенно, если мы какую-то детскую презентацию наметили создать, то анимация здесь будет не лишней. Ну, что касается загрузки, импорта и экспорта. Я уже говорила, но повторюсь, что здесь можно свои презентации загружать в формате PowerPoint, использовать эти слайды. И скачивать можно в разных форматах, как обычную презентацию, как слайд-шоу, как PDF-документ или как отдельные картинки. Единственная платная опция – это защита паролем. Но я думаю, нам это не так уж интересно. Через кнопку «Доступ» мы можем получить ссылку и код, чтобы встраивать эту презентацию на своей странице, на сайтах и в блогах. Отдельно остановлюсь на возможности широковещательного слайд-шоу. Находится оно в разделе «Доступ». С правой стороны – это возможность организовать видеоконференцию. Ну, вот как я в Google описывала, это делается. Примерно здесь точно так же. Прямо внутри этого сервиса, прямо внутри «Зуха-шоу» открывается окошечко виртуальной комнаты и ссылка на презентацию. Вы можете разослать ее участникам и организовать показ созданной презентации. Здесь же через кнопочку «Доступ» можно пригласить соавторов для работы. Назначаем им права доступа. Там можно просматривать либо редактировать презентацию. Ну и рассылаем приглашение. Здесь я не проверяла, нужно ли регистрироваться участником или нет. Просто у меня не было такой необходимости. Надо проверить, можно ли работать здесь без регистрации. Самому себе послать приглашение и протестировать эту опцию. В общем, сервис создает очень благоприятное впечатление. Он стал намного быстрее работать, намного красивее стал. И самое главное – на русском языке и без ограничений. Вот одна из альтернатив, если не хочется с Яндекс.Диском разбираться. Можно попробовать «Зуха-шоу». Вроде на него запретов пока не было. Что касается комментирования. Здесь тоже есть опция «Комментирование». Она находится в разделе «Рецензирование». Можно вписывать комментарии и организовывать чат обсуждения работы. Для совместной деятельности – важная вещь. Теперь мы пойдем к сервисам, которые, собственно, платные, но имеют бесплатные тарифы. И начать я хотела бы вот с этого сервиса. Я вам сейчас ссылочек сразу оптом много здесь насыплю. Здесь их раз, два, три, четыре. Если какая-то ссылка не откроется, попробуйте другую. Они открываются просто очень медленно. К сожалению, при всей красоте этого сервиса, он, увы, к сожалению, очень медленный. И презентации открываются медленно. Но такая интересная штука, если их встроить на страницу сайта и блога, они будут открываться намного быстрее. Я так и не поняла, в чем здесь суть. Но, в общем, такая история. Чем больше мы внутрь этой презентации вставляем различного медиа, тем она медленнее будет работать. Сервис называется Slides. Это сервис для создания онлайн-презентаций. Есть бесплатный тариф, на котором дается создать пять проектов, пять презентаций. И дается 250 мегабайт для того, чтобы загружать свои файлы. Это касается картинок, например. Ну, чаще всего это именно картинок и касается. В чем особенность этого сервиса? Он позволяет создавать так называемые многомерные переходы между слайдами. Что это такое? Мы можем листать слайды и по горизонтали, и по вертикали. То есть там внизу, справа внизу будут стрелочки для навигации. На некоторых презентациях стандартная стрелка вперед, которая листает слайды. А на некоторых презентациях вы увидите, что стрелочки иногда показывают вниз. Это значит, что презентацию неожиданно можно полистать еще и вниз. Потом вернуться назад и продолжить опять стандартно для просмотра. Да, естественно, для работы в сервисе нужна регистрация, обычная по электронной почте. В общем, во всех этих сервисах регистрация нужна. У этого сервиса нет совместной работы. Здесь просто для создания презентации. Ну, давайте смотреть. У сервиса есть несколько шаблонов для оформления. Их почему-то не так здесь много. Можно начать с нуля, закрасить самостоятельно. Можно выбрать такой, более-менее подходящий. Но мне понравился вот этот шаблон. Я на его основе решила вам показать, как работает сервис. Я увеличивала панель инструментов, которая находится слева. Сервис англоязычный. На русский он не переводится. Можно попробовать правой клавишей мыши перевести на русский, если сложно будет. Но по картинкам, в общем, здесь понятно, что вот эта вот большая панель инструментов служит для вставки различных объектов на слайды. Здесь слайды добавляются вниз, вот кнопочка, и слайды добавляются стандартно вправо-влево, да, вот кнопка для добавления таких слайдов. То есть вы можете, например, оформлять виртуальную выставку, разделы выставки сделать по вертикали, а внутри каждого раздела слайды сделать по горизонтали. Например, ну, как вариант. Какие объекты можно вставить? Тексты, картинки с компьютера. Видео – это платная опция, к сожалению, ее отключили. До недавнего времени можно было по YouTube вставлять, но не расстраиваемся, можно вставить по-другому. Дальше, фигуры. Из библиотеки сервиса разные кружочки, квадратики и стикеры. Можно порисовать. До этого есть опция pen. Можно линии вставить. И вот мы дожгли до опции eFrame. Это опция для вставки разных встраиваемых объектов. Google карты, какой-то игры, презентации, викторины. В том числе, видео с YouTube тоже можно встроить. Только оно вставляется уже не по ссылке, а нам нужен код для встраивания. Ну, в общем, не проблема взять и код. Вот, вставляем, и видео тоже, как встраиваемый объект у нас вставляется. Ну, можно вставлять таблицы, математические символы, если необходимо. Открываем слайд, нажимаем на кнопочку, добавляем объект, а дальше его редактируем. Там текст, например, картинку обрезаем, поворачиваем и так далее. Минимальный набор инструментов есть для этого. Чуть поменьше панель, вот эта, с инструментами, позволяет разобраться, что здесь можно сделать. Ну, во-первых, можно свои файлы загрузить, допустим, с PowerPoint, попробовать загрузить свои слайды. Но я хочу обратить внимание вот на эти две кнопочки, на шестеренку и на кисточку. Ну, наверное, можно легко догадаться, что кисточка служит для оформления слайдов. Вот. У каждого слайда можно выбрать оформление. Есть уже какая-то заявленная тема, но можно ее немножко подредактировать. Ну, например, я выбрала просто голубой цвет слайда, а хочу неожиданно поменять его на какой-нибудь другой. Открываю кисточку, вижу, что здесь вот такие варианты предоставляются. Более того, мы можем типографику выбрать, то есть сразу шрифт отредактировать, выбрать какой-то определенный шрифт, он на всех слайдах будет везде одинаково. Не надо каждый раз его делать вручную. Если нажать на значок с шестеренкой, мы можем дополнительно настроить презентацию, например, ее размер презентации, пронумеровать слайды, сделать ее по кругу, чтобы она вращалась, естественно, придумать название, описание презентации, разрешить комментарии, если необходимо. Здесь нет совместной работы, но вы можете зрителям разрешить комментировать вашу работу. И дальше, значок вот этот вот с экраном. Он позволяет, ну, во-первых, можно просмотреть, что у нас получилось, либо установить просмотр стандартный со стрелочками, либо просмотр скроллом, то есть как статью превратить в презентацию. Дальше можно установить опцию автозапуска, то есть чтобы она автоматически листалась. У нас больше интересует вот эта вот опция. Это так называемый стриминг. Вы можете получить ссылку на презентацию, разослать ее своим зрителям и провести стриминг презентации в режиме реального времени. С комментариями, собственно говоря, и ее создателя. Я не пробовала, но такая опция существует, почему не пользоваться тоже на выходе. Мы получаем ссылку на презентацию и код, можем ее встроить на страницу сайта и блога. В общем, сервис не такой уж прямо сложный, может, английский язык только немножко запутает. В общем, инструментов здесь немного, но все они довольно функциональны и можно работать. Жаль, что только немного проектов здесь можно создать. Сервис E-Maze. Такой долгожитель, я бы сказала, он существует уже довольно давно, меняет интерфейсы постоянно. Но, в общем, стандартный набор функций остается. К сожалению, он пошел по пути монетизации и сейчас уменьшил количество бесплатных презентаций до трех. Раньше было пять. Это грустно, но все равно я хочу о нем рассказать, потому что он заслуживает внимания. Он позволяет создавать интересные презентации с 3D-эффектами. Ну, как это выглядит? Например, вот одна из презентаций, которую я не помню, первая или вторая ссылка, где презентация оформлена вот в виде такой художественной галереи, где каждый слайд презентации располагается как картина на стене, и мы двигаемся по этой галереи от стены к стене, так перелетаем с места на место. Вот это и называется необычные 3D-эффекты. Есть, например, когда у нас вся презентация выглядит в виде статей в газете, и мы перелетаем от статьи к статье. Есть в виде ежедневника шаблоны. В общем, тут довольно много интересного, и самое замечательное, что появляются все новые и новые, большая часть из них бесплатные. Это приятно. Есть, конечно, и стандартные презентации, обычные, плоские. Но, как правило, все любят этот сервис как раз за такую трехмерность. Внутрь презентации можно вставить, ну, начнем с того, что можно начать с нуля, можно выбрать шаблоны, они тут даже отсортированы по разным приметам. Как узнать, где 3D-эффекты? Ну, вот такие вот значочки подсказывают, что здесь, наверное, какие-то 3D-эффекты существуют. Можно всегда открыть и просмотреть. Выбираем шаблон, начинаем с ними работать. Можно загрузить свои слайды в PowerPoint и попробовать с ними. Правда, не очень, ну, не всегда результат будет прям такой вот, как с 3D-эффектами. Итак, как выглядит рабочее поле? Ну, я не стала фотографировать то, что находится слева. Здесь слева список слайдов, как в обычном PowerPoint. Я сосредоточилась на инструментах, которые находятся вверху. Это инструменты для добавления объектов. Тексты, изображения, видео, фигуры и слайд-шоу, она же фотогалерея. Нажимаем на кнопочку и добавляем эффект, который нам необходим, и добавляем то, что нам необходимо. Тексты, картинки с компьютера, видео загружаются по ссылке из YouTube, ну, и фигурки из библиотеки сервиса. Отдельно хочется сказать про слайд-шоу или фотогалерею. Можно создать слайд-шоу на основе видео из YouTube, то есть выбрать несколько видеороликов, и они будут у вас крутиться, как такое слайд-шоу. Можно создать его из фотографий, просто загрузить отдельные снимки и дальше нажать опцию слайд-шоу, вернее, наоборот, сначала нажать на слайд-шоу, а потом загружать снимки, и они будут тоже вращаться в режиме просмотра. Дальше можно сделать фотогалерею в виде вот такой красивой сетки, просто загрузить несколько картинок, расставить их по порядку, и получится такой калаш интересный. Их тут несколько видов, есть калаш из фотографий, есть калаш из видеороликов. Если щелкнуть по каждому видеоролику, он откроется, его можно будет смотреть. В общем, здесь можно пощелкать, пробежаться по всем этим кнопочкам и посмотреть на все эти слайд-шоу, они очень интересные. Находятся в разделе виджет, и ищем их в разделе карусели. Дальше. Что касается редактирования объектов. К каждому объекту можно добавить анимацию. Здесь достаточно такая серьезная панель для редактирования. Вот это, например, панель для редактирования картинки. То есть можно ее обрезать, добавить к ней рамочки, сделать ее полупрозрачной, гиперссылку к ней прикрепить. И в частности, если нажать на кнопочку F, можно открыть список эффектов. Это анимированные эффекты на вход, на выход, на бесконечное движение. И вот из этого списка выбираем нужный эффект, если он нам необходим. Далее. Можно озвучить презентацию. То есть на каждый слайд прикрепить озвучку. Для этого значок с рупором существует. Здесь очень интересно это работает. Почему-то озвучку можно прикрепить только к какому-то объекту. Например, либо к картинке, либо к тексту. Щелкаем, допустим, по картинке. Выбираем озвучку. Загружаем через кнопку Browse свой аудиофайл. А дальше выставляем, когда он должен остановиться, на каком слайде. Должна музыка прекратиться. Можно ее по кругу запускать. Можно сделать автовоспроизведение. То есть как только презентация запустится, сразу пошла музыка. Нужные опции отмечаем галочкой. Музыку можно загрузить и по ссылке, не обязательно с компьютера. Нажимаем на Add и все. Озвучка добавлена. Но тут, к сожалению, такая штучка появляется. Не всегда корректно работают аудиофайлы, особенно если их много. Допустим, на одном слайде вы хотите одну музыку, на другом другую. Иногда может не сработать эта опция. Поэтому лучше, меньше, да лучше, что называется. К музыке приходится так осторожно присматриваться. Не знаю, может быть это недостаток сервиса, может недостаточная скорость интернета, а может все вместе. Ну вот, по поводу музыки здесь особое внимание. Что на выходе мы получаем? Мы можем сохранить презентацию. Естественно, ни о каком скачивании тут речи быть не может. Сервис платный, естественно, это все сразу уходит в раздел «Платное». Мы можем сохранить нашу презентацию, естественно, просмотреть ее и поделиться ссылкой или кодом, встроить ее на страницу сайта и блога. Раньше была опция совместной работы, но ее закрыли. Она стала платная. Увы. Ну, в общем и целом, сервис очень даже неплох, и можно с ним работать. Получаются интересные и необычные презентации. Если хотите порадовать своих зрителей чем-нибудь необычненьким, то можно этот сервис взять за основу. Он наполовину почему-то русифицирован. Вот что касается регистрации, она идет на русском языке, а сама работа уже на английском. Ну, если уже говорить об анимации, то вот мимо этого сервиса тоже нельзя пройти. Сервис называется Prezi. Он позволяет создавать летающие презентации, в основе которых эффекты анимации, приближения и удаления. Как таковых слайдов здесь нет внутри презентации. Мы летаем из одного конца презентации в другой, и у нас то приближаются, то отдаляются объекты. Если, допустим, у нас ставлены там видеоролики, мы можем их просматривать, нажимать, запускать и тому подобные вещи. Вот несколько ссылочек я вам опять бросила в чат. Хочется сказать, что Prezi лучше всего работает с браузером Google. У него бывают, возникают проблемы с Mozilla. Почему-то эффекты анимации не всегда воспроизводятся. Но это иногда только бывает. Может быть, все хорошо уже сейчас у этого сервиса. Давайте смотреть, что он умеет. Итак, есть возможность загружать свои слайды, на их основе что-то создавать. Но проще, наверное, взять уже за основу что-то готовое. Тем более, что здесь есть много шаблонов. В том числе есть шаблоны для образовательных нужд и для некоммерческих организаций. Education non-profit. Ой, стоимость платного доступа можно у них на сайте посмотреть. В разделе Prices я сейчас этим даже не заморачиваю, что называется. Потому что все оплаты заблокированы с территории нашей страны. Поэтому даже если очень хочется платную версию приобрести, то по обычной карте это сделать будет нельзя. Только если за карта заграничная. Но поэтому я цену не знаю, честно говоря. Но вы можете к ним на сайте углянуть. Там есть раздел Prices. Там все тарифы озвучены. Можно полюбопытствовать. Пожалуйста. Итак, возвращаемся к Prezi. Он тоже платный. Бесплатно можно создать 5 презентаций. Шаблоны есть. Они очень довольно красивые. И можно начать с шаблона. Даже я бы сказала, что рекомендуется с шаблона, потому что тут надо разобраться. Ну, я взяла вот такой простенький шаблон. На самом деле это, допустим, для виртуальной выставки. Ну, изначально шаблон назывался «Журналы». Я вместо журналов сделала книжную выставку на основе этого шаблона. В чем суть? Большой один стартовый слайд, на котором много собрано маленьких. И мы перелетаем со слайда на слайд. По очереди, листая от стрелочки. Как редактируется? Мы просто щелкаем по слайду. Вот здесь на левой панели инструментов. Он открывается на весь экран, и мы его редактируем. И вот так от слайда к слайду мы двигаемся. Вверху кнопки для редактирования. Style отвечает у нас за оформление. Фон можно поменять. Если там синий не понравился, можно залить другим цветом. Вот как раз кнопка Colors отвечает за цветовую гамму. Дальше. Текстовый стиль. Это что касается шрифта. Чтобы во всей презентации шрифт был один и тот же. Остальное я не беру. То, что подчертует, это уже платные опции. Дальше. Если у нас шаблонов мало, вернее как, слайдов мало, нам нужно больше. Для этого есть кнопка Frame. Каждый слайд здесь называется рамочкой Frame. Чтобы добавить Frame, нажимаем на эту кнопку, добавляем его. Можно его поставить в середине презентации, можно в конце. В общем, мышкой двигаем его в нужное место, выставляем. И точно так же заполняем содержимым. Эта рамочка будет просто пустая. В ней ничего не будет. Мы сами ее заполним тем, что нам нужно. Дальше. Ну, что касается текста, я думаю, здесь все понятно. Обычные тексты. Что касается медиа. Вставляются картинки с компьютера, добавляется видео из YouTube. Есть библиотека кифов, стикеров и иконок. Она здесь довольно большая. Вот так она выглядит. И почти все там бесплатно. Дальше. Аудио – это единственная платная опция здесь. Ну, а дальше мы можем вставить диаграммы, слайды из презентации PowerPoint, например, можем загрузить. И даже целые PDF-документы тоже можно прикрепить внутрь этой презентации. Далее у нас кнопочка для добавления фигурок и готовых блоков. Story-блок – это, например, если у нас пустой слайд, и мы должны его как-то населить. И вот есть уже готовые блоки, где все продумано за нас. То есть там картинка и текст, картинка и диаграмма, текст и диаграмма, лента времени, список какой-нибудь и так далее. Так что если у нас пустой слайд, можно пользоваться Story-блоками. Далее на выходе, когда у нас все уже готово, мы можем поделиться презентацией, получить на нее ссылку, можем пригласить соавторов. Есть опция Collaborate для совместной работы. Скачать, естественно, нельзя. Экспорт – это только платная опция. Мы можем только ссылочку получить на выходе и код, чтобы встроить ее на страницу сайта и блога. Вот. Тоже интересное, необычное. Можно попробовать что-то необычное сконструировать и порадовать опять-таки своих зрителей. И вот мы добрались до сервиса Genial, о котором я уже говорила много раз и, наверное, уже сбилась со счету, сколько раз я в этом году о нем говорила. И скажу еще. Очень хороший сервис для создания онлайн-презентации. Сейчас очень много работ в нем создается. Ссылок у меня огромное количество. Есть самая первая – это моя, про атомоходы. Остальные уже не мои. Ну, давайте разбираться. Чем хорош этот сервис. У него очень хороший бесплатный тарифный план. Он позволяет создавать неограниченное количество работ. Единственное ограничение – здесь шаблоны, часть которых будет платная. Но бесплатных достаточно много. Есть возможность добавлять аудио по ссылке и аудиозапись онлайн с микрофона. Видео по ссылке из YouTube, встраиваемый контент по ссылке и по коду. Можно добавлять внутрь презентации различные интерактивные задания и викторины. Добавлять анимацию и интерактивные метки, которые дополняют презентацию. Нажимая на эти метки, мы получаем какую-то дополнительную информацию по теме. Ну, давайте смотреть. Вообще, General не только для презентации, он много чего умеет. Он умеет создавать игры, интерактивные картинки, видеоролики, инфографику. Нас в данном случае будет интересовать презентацией. Шаблон так и называется – Presentations. Выбираем шаблон. Можно импортировать, и эта опция наконец-то стала бесплатной. Можно импортировать слайды из PowerPoint. До недавнего времени она стояла под звездочкой платная. Сейчас звездочку сняли, то есть можно попробовать свои слайды скрузить. А вообще можно выбрать что-то уже из готового набора. Здесь все очень красиво устроено. Настроены переходы между слайдами, анимации и тому подобные вещи. Много учебных слайдов по физике, по биологии, по истории, по литературе. Можно даже по поиску найти что-то для себя подходящее. Обязательно отсортируйте, чтобы были только бесплатные слайды. Выставляем опцию free, бесплатная. И тогда выбор будет более быстрый. Итак, выбрала вот я шаблон такой зимненький. На нем я буду все показывать. С левой стороны набор инструментов, которые позволяют добавлять внутрь разные элементы. Тексты, изображения. Вкладка ресурсы открывает библиотеку сервиса, где есть фотографии различные, стикеры, графика, которую можно встраивать. Smart blocks – это вот те самые готовые блоки, которые тоже можно вставлять. Например, если у нас презентация с нуля создается, и нам нужно какие-то уже готовые элементы туда добавить, вот смарт-блоки придут на помощь. Кнопка insert – это чуть ниже. Она позволяет добавлять мультимедиа, назовем это так. Ну вот, например, смарт-блоки, как они выглядят. Тут есть карты, есть различные сочетания картинок с текстами, есть анимированные элементы, карточки вот такие. Естественно, все это можно редактировать. Insert – вот эта кнопка добавляет аудио. Как я уже сказала, можно аудио вставить по ссылке, то есть она должна быть где-то опубликована, либо записать озвучку онлайн и наложить ее на слайд. Видео можно добавить по ссылке из YouTube, либо из Google Диска. Ну и вот эта вот вкладка Address, она позволяет добавить другие объекты, например, какую-то викторину из другого сервиса по коду для встраивания. Если нам необходимо отформатировать сами слайды, выбрать цвет, оформление и тому подобное, идем во вкладку Background. Здесь две вкладочки. Canvas – это основной слайд. Ну вот у меня в данном случае в виде фона у меня загружена картинка. И Base – это подложка под слайд, это вот то, что будет по краям. Можно и подложку сделать фотографией, почему нет. Загружаются фотографии через вот эту кнопочку, вес не больше 5 мегабайт. Дальше картинки можно добавить и по ссылке из интернета, допустим. Ну и последняя кнопка Pages, она позволяет добавлять страницы. Внутрь презентации слайды. Самое замечательное, что здесь можно добавлять слайды вообще из разных шаблонов. Если вдруг вы хотите какой-то вообще другой шаблон взять, почему нет. Это можно сделать. Идем в раздел Genial Templates, выбираем любые шаблоны, какие нам нравятся. Если у вас уже создана какая-то другая презентация или игра какая-нибудь в этом сервисе, мы можем слайды из этой игры, слайды из этого презентации вставить внутрь этой презентации. И вот таким образом очень часто в презентацию добавляют игры, которые созданы тоже с помощью сервиса Genial, соответственно. Получается такая матрешка. Ну, кстати, появилась новая опция у этого сервиса – интерактивные вопросы. Если мы не хотим слайды вставлять, то мы можем прямо здесь и сейчас сконструировать маленькую викторину, опросник. С выбором ответа, правда или ложь, на сортировку, на выбор картинок или открытые вопросы и голосование. Вот столько возможностей есть. Можно добавлять и сделать презентацию интерактивной. И еще несколько слов об интерактивных элементах, так называемых интерактивных метках. Вот так они выглядят. Это маленькие значочки, которые появляются поверх слайдов, и они могут ввести на ссылки на другие веб-ресурсы, открывать какую-то дополнительную информацию, например. Ну, как вариант. Вот так выглядит работа с интерактивной меткой. Мы можем добавить к ней интерактивность, можем добавить к ней анимацию или вообще заменить ее на что-то другое. Кстати, интерактивность можно добавить не только на метку, но и вообще к любому объекту прикрепить эту интерактивность. К картинке, к тексту, к чему угодно. Ну, давайте посмотрим, какие здесь есть интерактивности. Можно добавить всплывающее окошко с дополнительной информацией. Можно открывающееся окошко. Вот у меня сейчас как раз на слайде открывающее окошко. Это как бы слайд поверх другого слайда. Вот так оно будет выглядеть. Причем есть шаблоны для этих окошек. Не обязательно его с нуля заполнять. Вот это, например, шаблон с текстом и картинкой. Дальше. С помощью таких меток можно устроить внутреннюю навигацию, переходить на другую страницу, делать ссылки на внешние ресурсы в интернете. Если мы прикрепляем интерактивность к картинке, то мы можем включить опцию на весь экран. Вот у меня выставка про атомоходы. Там можно на первом слайде щелкать по картинкам атомоходов, и они откроются на весь экран. Дальше. Аудио. Ну, напомню, что только по ссылке или только по записи онлайн оно добавляется. Ну, и есть такая хорошая штучка, называется Reveal. Это, ну, в PowerPoint называется Trigger. Когда мы нажимаем на одну кнопочку, а появляется какой-то другой объект. Ну, вот, например, у вас скрыта картинка, а если нажать на кнопку, она неожиданно появится. Для этого есть вот соответствующая кнопочка. В общем, возможностей у этого сервиса достаточно много. Вот пример из моей виртуальной выставки. То есть здесь есть вот кнопочки, интерактивные метки, которые открывают ссылки, и можно книжки почитать. Это ссылки на электронные библиотеки. И есть кнопки внутренней навигации, которые ведут на другие слайды. Например, на стартовую страницу, на предыдущий слайд, или на следующий слайд. Ну, и в заключении об этом сервисе, у него есть возможность настраивать анимацию ко всем объектам, и к меткам, и к картинкам, и к текстам. Можно прикреплять различного рода эффекты. На вход, на выход, на движение, на ведение курсора и на клик мышки. Отмечать старт, скорость, направление движения. Все это тоже дополнительно продает интерес к презентации. Ну, и переходы между слайдами настраивают через кнопочку, которую я называю «Волшебная палочка». Можно выбрать эффект перехода, применить его ко всем слайдам. Более того, можно сделать автоматические переходы, превратить презентацию в слайд-шоу. Делается это все во вкладке «Transitions» – «Навигация». Самый интересный, самый интерактивный сервис, согласна с вами. Единственное, что здесь затрудняет работу, это то, что сервис на английском языке, и он с трудом переводится на русский. Да, с Google-переводчиком его можно перевести, но не всегда получается корректно. Вот, это единственное, что может отпугивать. Ну, и вишенка на торте. Есть возможность совместной работы. Пригласить соавторов и организовать совместную работу на презентации. Единственное, что соавторы должны будут зарегистрироваться. Вот, несколько слов об этом сервисе. Если вам, Дженни, или вообще интересен, то у меня был вебинар в этом учебном году. По-моему, он был в сентябре, если я не путаю. Можете найти его на портале Директ Академии, на канале YouTube Директ Академии, и посмотреть, там я уже более подробно обо всем этом рассказываю. Что касается интерактивности. Спрашивают очень часто отечественные аналоги интерактивных презентаций. Да, есть такой вариант. Это сервис Удоба. Это сервис, ориентированный на учителей. Он создает учебные презентации с возможностью вставлять туда интерактивные объекты. Об этом сервисе я тоже рассказывала в сентябре. Можно тоже с записью найти вебинара. Он бесплатный, никак ничем не ограничен, он не монетизируется. И внутрь презентации можно добавлять опросы, викторины, различный интерактивный контент, аудио, видео, гиперссылки. И даже внутри этой презентации, что большой плюс, можно ввести подсчет очков, которые заработали участники, которые будут отвечать на викторины и опросы. В Genial там больше для самопроверки такие получаются. А вот здесь именно есть такая опция, можно ее подключить. Это для учителей, которые хотят каким-то образом проверять, вообще оценивать работу участников. Ну, здесь такая есть опция. Давайте смотреть. Можно ли скачать презентацию в Удобе? Нет, скачать нельзя. Вернее, как ее можно скачать в формате именно вот этой вот H5P, называется этот формат, но на экране, на обычном компьютере ее не откроешь. То есть ее можно просматривать только в режиме онлайн, в режиме интернета. Мы перешли к тем сервисам, которые уже не скачиваются. Здесь можно только ссылочкой делиться. Здесь все, кстати, на русском языке, и здесь намного быстрее можно освоиться. Шаблон называется «Презентация курса». Минус сервиса в том, что здесь никаких шаблонов для оформления нет. Здесь пустые слайды, на которые мы будем мастить свое содержимое. Но зато мы можем сделать очень многое. Как с этими слайдами? Добавить тексты, ссылки, изображения, фигуры, видеоролики с YouTube, интеграция. Перейти к слайду. Это внутренняя навигация между слайдами. Но я уже об этом говорила. Аудио загрузить с компьютера можно. И дальше пошли игры. С заполнением пропуска, с выбором одного ответа, или нескольких правильных ответов. Правда или ложь. Задание «Тащи и бросай». Викторина на основе утверждений. Это еще не все. Продолжение. Упражнение с переносом слов. Отметь слова. Диалог карточки. Это карточки, у которых с одной стороны вопрос, с другой стороны ответ. Ну и таблицы, интерактивное видео. И все это внутрь одной презентации можно уместить. Самое замечательное, что здесь заранее ничего создавать не надо. То есть, как только мы доходим до слайда, нажимаем на кнопочку, открывается конструктор, и мы конструируем или игру, или, не знаю, диалог карты прямо в режиме реального времени. Все шаблоны переведены на русский, поэтому работать с ними достаточно просто. Что касается оформительских работ, то вот кнопочки для оформления. Они находятся внизу. Здесь кнопки для добавления, копирования слайдов, смены их, то есть, меняем их местами. Ну и для заливки фона. Фон можно залить цветом или прикрепить картинку, как у меня в частности. Дальше. Если мы вставляем внутрь нашей презентации, допустим, викторины и игры, можем предусмотреть опцию подсчет баллов. Это будет последний слайд, на котором участник получит свою картину своих результатов. Насколько векторин он ответил и сколько баллов он заработал. Автоматически за каждый правильный ответ дается один балл. Если этот подсчет не нужен, его можно не включать, оставить как есть. Конструкторы. Я сейчас просто полистаю слайд и покажу, что конструкторы здесь очень просты. Это, например, конструктор для добавления текста. Это для перехода между слайдами. Вписываем название, надписи, которая будет ввести на слайд. Например, название «Дальше». Выбираем номер слайда, на который будет ввести эта надпись, и нажимаем на кнопку «Готово». Все. Навигация внутри презентации сделана. Далее. Что касается викторин. Вот, например, конструктор для викторин. Вопрос, варианты ответов. Отмечаем правильный, неправильный. Даем подсказки, обратную связь. То есть, если это правильный ответ, то в обратной связи мы напишем «Молодец, все отлично». Если ответ неверный, то мы, соответственно, какую-то другую обратную связь можем написать. Плюс мы прикрепить можем медиа. Это может быть либо видео, либо аудио, либо картинка. Все загружается с компьютера. Единственное ограничение у этого сервиса до 16 мегабайт. Это все должно быть. Видео можно с YouTube подключить. Интеграция такая присутствует. И вот таким образом всю эту интерактивность мы распределяем по слайдам, загружаем и оформляем. На выходе, повторюсь, у нас есть ссылка и код, чтобы встраивать на страницы сайтов и блогов. Все достаточно несложно. И эффект получается довольно неплохой. Единственный минус – здесь нет таких всяких красивостей. Тут нет анимации, вот этих всплывающих всяких штучек, дополнительных каких-то меток интерактивных, которые открывают там еще что-нибудь дополнительное. Но по-своему тоже сервис очень хороший для работы. Ну, дошли мы до интересненького. Сервис Гамма. Надеюсь, я вас не очень сильно утомила. Мы уже близимся к концу. У нас осталось совсем чуть-чуть. Сервис Гамма. Это сервис для создания презентации, который работает как стандартный сервис. То есть на основе можно с нуля создавать презентации. Это называется New from Blank. Либо можно импортировать Google слайды или PowerPoint слайды и работать с ними. Но про это все понятно и просто. Здесь все примерно как и в других сервисах. Самая интересная вот эта вот штука с использованием искусственного интеллекта. Видим тут волшебную кнопочку All. Это значит, что нам сервис помогает создавать искусственное... Господи, наоборот. Что сервис работает с применением искусственного интеллекта, который создает презентации. Я вам дала ссылку сейчас в чат. Это сервис мне создал с помощью искусственного интеллекта готовую презентацию. Я там ничего не поменяла. Мне было интересно. И вот посмотрите, что у меня получилось. Я задала тему для презентации. Тема на русском языке. Я ее написала литература. И попросила создать презентацию по литературе. Он создал мне вот такую работу. Естественно, ее можно отредактировать, поменять картинки, изменить текст. Но само по себе получилось, мне кажется, довольно интересно. Аккуратно. И тексты корректно написаны. В общем, можно как основу для работы взять. Здесь есть две опции работы с искусственным интеллектом. Есть опция Generate. Это когда мы даем тему для генерирования, так называемый топик. Либо можем дать ссылку на веб-ресурс, на основе которого будет что-то создаваться. И есть так называемая текстовая версия, когда мы даем текст нашей презентации и заставляем сервис к этому тексту подобрать слайды. Я попробовала просто по теме и по тексту. По тексту он не справился с моим заданием, потому что сервис англоязычный, но русский язык понимает плохо. И, в общем, получился бракодабра на самом деле. А вот что касается темы, и тему он воспринял благожелательно, даже на русском языке, и создал вот такую интересную работу. Теперь, как все это оплачивается? Естественно, искусственный интеллект – это не бесплатное удовольствие. Здесь в бесплатном тарифе выдается 360 так называемых кредитов. За генерацию одной презентации снимается плата в 40 кредитов. То есть, если 360 поделить на 40, получается, что можно таким образом нагенерировать 8 презентаций. Если нужно что-то быстрое и очень просто, и тема будет не очень такая узкая, а достаточно широкая, то можно попробовать. Почему нет? Их можно пополнять, но, опять-таки, на территории РФ – это опция закрыта. То есть, это можно заплатить, пополнить свои кредиты. Здесь вариант 1. Либо закрыть этот аккаунт, создать новый. Но, опять-таки, все остальное здесь без ограничений. То есть, если мы обычную презентацию создаем сами, самостоятельно, то ограничений таких здесь не будет. Плата взимается только за использование нейросети. Кроме того, нейросеть здесь умеет генерировать картинки, вот такие карточки генерировать самостоятельно. Опять-таки, за каждую генерацию тоже снимаются кредиты. Генерация картинки – 2 кредита, генерация карточки, по-моему, 5 кредитов. Проще, наверное, самому все сделать. Вот эти кнопочки с правой стороны подсказывают, что внутрь презентации можно вставлять вот такие карточки. Это такие блоки, в которых 2-3 колонки, куда можно вставлять свою информацию. Да, можно предложить друзьям получить... Ух ты, здорово! Спасибо за информацию. Я про друзей не нашла. Спасибо. Дальше. Тексты можно загружать. Картинки, естественно, видеоролики. Видеоролики здесь, по-моему, добавляются из... Ой, боюсь напутать. По-моему, с YouTube и с Google Диска. Если я ошиблась, поправьте. Уже не помню, честно говоря. Есть возможность добавлять интерактивные опросники. Но там интеграция идет только с определенным количеством сервисов. Из всех этих сервисов самый знакомый – это Google Forma. То есть внутрь презентации можно вставить векторину Google Forma, если она у вас есть на Google Диске. В общем, очень интересный инструмент, очень красивые получаются презентации. Здесь можно выбрать шаблон для оформления, поменять тему, если необходимо, выбрать определенного рода настройки. Есть опция «Приглашение с авторов пригласить». И есть замечательная версия экспорта. Можно скачать эту презентацию к себе на компьютер. Я, в частности, вот эту скачала себе на память. Правда, там будет водяной знак справа внизу, но это не критично, он очень небольшой и внимание на себя не перетягивает. Можно, конечно же, ссылочку получить и код, и все это вставить на страницу сайта и блога. Пока сервис минимально монетизирован, пока он только ограничился ограничениями по искусственному интеллекту. Все остальное, насколько я понимаю, пока здесь бесплатно, и надо этим пользоваться. Что здесь у нас еще есть? Ну, вот, как я уже сказала, можно стриминг провести тоже. Есть опция презентации. Презент. Мы получаем ссылку, рассылаем ее участникам, и они могут полюбоваться нашей презентацией в режиме реального времени, если это необходимо. Правда, я пока это не использовала, опцию, но, тем не менее, она здесь есть, можно попробовать. Еще один сервис, сначала не хотела его брать, потом думаю, ну как же без Microsoft-а-то не получится, наверное. Сервис Sway, по-разному он называется. Сервис для создания интересных презентаций, абсолютно бесплатный, без ограничений работающий. Он, собственно говоря, у некоторых, может быть, даже есть и на компьютере. Он в виде программы может спрятаться в вашем списке программ. У меня он есть, я его нашла. Вот он может работать как у вас на компьютере, как программа, так и в режиме онлайн, в интернете. Единственное, что необходимо, это учетная запись Microsoft. Если у вас Windows установлен, Microsoft какие-то продукты установлены, то, наверное, она у вас есть, эта учетная запись. Но даже если у вас ее нет, то ее можно создать, это не проблема. Даже можно несколько создавать таких записей. Он позволяет создавать действительно интересные презентации, которые выглядят как слайды, которые можно листать слева направо и справа налево, или можно сделать из них целую статью. Начать работу можно с нуля. Здесь есть какие-то шаблоны для оформления, которые можно использовать. И можно загрузить свои PowerPoint-слайды и что-то попробовать на основе их сделать. Сервис очень простой. Сами создатели говорят, что PowerPoint – это профессиональный продукт, а вот Sway – это как раз продукт для быстрого использования, то есть когда надо очень быстро, пускай в несколько кликов создать презентацию, быстро ее опубликовать, поделиться и порадоваться созданным работам. Поэтому здесь все очень просто. Никаких дополнительных опций здесь не предусмотрено. Все в стиле минимализма. Выбираем стиль – по горизонтали, по вертикали, по слайдово. Выбираем вариант оформления. Здесь шрифт и оформление сразу. Я вот загрузила свою презентацию, мне эту презентацию разделили на блоки. Каждый слайд отдельным блоком идет. Естественно, я все это могу отредактировать. Для этого нужно идти в раздел «История». И в этом разделе «История» я вижу, что каждый слайд у меня, даже не каждый слайд, а каждая кнопка на слайде, и каждый текст – это как отдельная карточка. Я могу внутри этой карточки стереть информацию и написать ее по-другому. Могу добавить новую карточку через значок «плюсик». И, естественно, у каждой карточки есть минимальные варианты оформления. Вот у текста, например, можно его выделить, акцентировать, добавить маркеры, нумерацию и ссылку. У картинки тоже там. По центру ее отцентровать, сбоку, справа, слева размер выбрать. Но все очень минимально, все очень в ограниченном количестве. Самое интересное касается мультимедиа. Что здесь можно вставить? Картинки можно вставить, видео по ссылке, аудио по ссылке, встраиваемые объекты по коду можно вставить. Рекомендую заглянуть в раздел «Группировка». Эти фотографии – это оформление фотографий. «Авто» – она растянется на весь экран. «Сетка» – это у нас коллаж будет из нескольких фотографий. Сравнение. Две фотографии одного и того же места, которые можно такой шторкой двигать влево-вправо и смотреть, что как менялось. «Ряд» – это как ряд карточек, ну, как колодок карт, которые будут листаться. Ну, и стандартное слайд-шоу, которое можно листать. На выходе мы можем получить ссылку, получить код для встраивания. Мы можем пригласить соавторов. Для этого есть кнопка «Поделиться». И отослать им ссылку, и они смогут точно так же редактировать, как и мы. В общем, все здесь очень здорово. Все на русском языке и без ограничений. Так почему бы этим не воспользоваться? Все в наших руках, что называется. Будут ли ссылки активны после окончания вебинара? В видеозаписи, конечно, ссылки уже будут неактивны. Если вам нужен список этих ссылок, часть из них есть в этой презентации, которую я вам листаю. Если вам прямо нужны все-все-все ссылки, то напишите мне на электронную почту. Я сейчас последний этот слайд покажу. Там будут мои контакты. Если вам жизненно необходимы ссылки, то, пожалуйста, пишите. Да, мне тоже нравится, кстати, этот сервис. Про него часто забывают, а он, на самом деле, очень хороший. И ограничений на него нет. Вроде как пока. Мы с вами говорили о сервисах, которые только ориентированы на создание презентаций. Но я хочу вам напомнить о тех инструментах, которые создавались не для презентации, но почему-то они расширили свою сферу. Я просто их упомяну. Это сервисы, которые создавали инфографику. Создают инфографику. Я тоже о них рассказывала отдельно. Это PictoChart, Visme, Vengage и Infogram. У них тоже есть такая опция для создания презентации. Я просто сейчас скину ссылки, чтобы вы посмотрели, что они умеют. Сервис PictoChart. Он позволяет создавать презентации на основе шаблонов. У него достаточно много этих шаблонов. Бесплатно можно создать пять работ. И две из них можно даже скачать к себе на компьютер без водяных знаков и с хорошим разрешением. Внутрь презентации можно вставлять тексты, готовые блоки, информационные диаграммы, карты. И, насколько я помню, видеоролики тоже можно вставлять по ссылке из YouTube. Очень неплохой сервис, в хорошем качестве работает. Вот примерчик, пожалуйста, я вам отправила. Количество слайдов здесь никак не ограничено. Более того, сервис позволяет на основе созданной презентации записать видеоролик. Для этого есть вот такой специальный значок с видеокамерой. Он записывает видеоролики. Вы можете подключить веб-камеру, микрофон и провести такой онлайн-видеозапись. Ссылка нерабочая. А, у меня все открывалось. Ну ладно, может, я ее неправильно скопировала сейчас. А, да, одну буковку я забыла. Сейчас я вам ее отправлю с этой буковкой. Неправильно скопировала. Вот, попробуйте сейчас. Сейчас должна открыться. Другой сервис Visme. Он такой более красивый. Он позволяет создавать неограниченное количество презентаций. Правда, ограничивает количество загружаемых внутрь файлов. Дает всего 100 мегабайт, чтобы мы загружали свои картинки, например. Внутрь этой презентации можно вставлять огромное количество медиа. Графики, фотографии, диаграммы, видео, аудио, встраиваемые объекты, анимацию можно добавлять. В общем, проще сказать, чего он не умеет. Единственная платная здесь опция – это ссылки на внешние ресурсы. Но зато можно делать ссылки внутри презентации, от слайда к слайду. А вот на внешние ресурсы, единственное, ссылки не рабочие. На выходе скачать нельзя презентацию, но можно получить на нее ссылку и код, и встроить на страницу сайтов и блогов. Здесь большой набор вообще шаблонов. Очень много, очень красивые, анимированные. Вот про динозавриков я вам отправила ссылку. Это я сделала на основе готового шаблона. Венгейдж. На фоне вот этих предыдущих сервисов он достаточно простенько смотрится. Сейчас сами проверите. Он, да, про Висми забыла сказать, что Висми еще умеет создавать тоже видеозапись. У него появилась опция Presenter Studio. Она пока бесплатная, надеюсь, так и будет. То есть можно видеоролик записать на основе презентации. Что касается Венгейдж. Он по сравнению с предыдущими сервисами очень простенький. У него очень простой набор инструментов. Может добавлять тексты, диаграммы, фотографии, иконки, фигуры. Вот, пожалуй, все. К сожалению, интерактива здесь никакого нет. И видео, аудио тоже здесь не добавляются. Просто стандартная презентация. Тоже скачать нельзя, но есть ссылка и код для встраивания. Ограничение 5 презентаций на 1 аккаунт. Ну и последний сервис Инфограмм. Ну, понятно, что он для инфографики, но у него тоже есть шаблоны для презентации. Почему нет? Можно попробовать. Вот пример моей работы. Вот так выглядит конструктор. У него тоже много всего хорошего есть. Можно и видео добавить, и картинки, и диаграммы, и таблицы. И анимацию тоже настроить. Здесь хорошая настройка анимации. Здесь очень много красивых шаблонов есть для оформления. Единственный недостаток. Здесь этот сервис больше подходит для коротеньких презентаций. Он позволяет создать 10 проектов бесплатно, но только в каждом должно быть не более 5 страниц. Я еле-еле уложилась в 5 страничек. Если кому-то надо что-то такое коротенькое, быстренькое создать, можно использовать Инфограмм тоже. Но это как дополнительные такие сервисы. Вдруг вам когда-нибудь захочется попробовать, можно их тоже взять за основу. Вот. Пожалуй, на этом все. На сегодня, что касается сервисов для создания, как всегда, на отдельном слайде я вынесла обучалки. Это ссылки активные, которые, если вы скачаете презентацию, они с вами останутся, вы сможете на них нажимать. Большая часть это мои обучалки, которые я сама писала. Вот так что пользуйтесь с примерами, со скриншотами, все как надо. Вот мои координаты. Если кому-то что-то понадобится, ссылки, допустим, сегодняшние нужны. Правда, они у меня в таком непрезентабельном виде, просто список ссылок и все. Ну, вдруг, если вам в таком формате они тоже сгодятся, вы мне, пожалуйста, напишите в кличку, вот, или ВКонтакте, или вот по адресу электронной почты, я вам скину эти ссылки в отдельном документе. Но не обессудьте, они будут не очень красиво оформлены. Вот. Приглашаю, как всегда, в группу и в Телеграм свою. Приглашаю на свой онлайн-курс. Я все-таки надеюсь, что он состоится. Его уже переносили один раз. Надеюсь, что все-таки он будет. Вот, он начинается 20-го числа, 20-го ноября. И там мы как раз, один из блоков будет посвящен презентациям. Вот те сервисы, о которых я сегодня рассказывала, не скажу, что прямо все-все-все, но вот, наверное, половину из них мы будем осваивать. Так, ну это не только, кстати, не только по презентациям, а вообще сервис, курс, посвященный информационным технологиям. Там разные форматы, можно посмотреть по ссылке всю программу. Ну да, естественно, курс платный, потому что это требует определенных затрат и на организацию вебинаров, и на организацию самого курса. Стоимость от 7000 рублей, насколько я помню, 7200, по-моему, минимальная цена. Но, насколько я помню, там есть скидки. Вот, так что, пожалуйста, заходите на страничку сайта, там все очень подробно описано. Знакомьтесь с программой. Надеюсь, кто-то еще к нам подключится, время для подключения еще есть. По итогам можно получить сертификат о прохождении курса, повышении квалификации. Там большая-большая программа. Сразу скажу, что прямо все сервисы мы осваивать не будем. Каждый выберет сам себе тот набор сервисов, который ему нужен, и будет под моим руководством его осваивать. То есть, там программа рассчитана на большое количество специалистов. Это могут быть и учителя, и библиотекари, и, может быть, ну, не знаю, как насчет сотрудников высших учебных заведений, но если они захотят обучаться, то, пожалуйста, и для них. Длится обучение около месяца. Там будет, значит, 4 недели. Ну, около месяца и получается, да. 8 вебинаров. Вебинары будут доступны в записи, если вам по работе не очень удобно. Допустим, вы работаете или уже чем-то другим заняты в это время. Можно смотреть видеозаписи и заниматься в своем удобном для вас режиме. Главное успеть до окончания курса, сдать зачетные работы и получить бумажку, сертификат или свидетельство о повышении квалификации. Да, вот так вот. Опять-таки в программе все описано. 20-го начинается и, по-моему, в середине декабря заканчивается. Вот такая вот история с ним. Не могу найти ссылку, как сказать презентацию этого вебинара. Во вкладке у нас файлы. Вкладка будет вверху с загнутой страничкой. Да, чат улетает. Согласна. Поэтому, если у вас какие-то вопросы есть, и я забыла на них ответить, у меня тоже чат улетает, как у вас, я могу что-то пропустить. Если у вас появились какие-то вопросы, и я на них не ответила, можете в личном сообщении мне их продублировать. Ну, вот, пожалуй, на этом все. Следующая встреча у нас уже в декабре будет, перед Новым годом. Спасибо за то, что были сегодня, за то, что вы слушали мой рассказ. До новых встреч в прямом эфире. Спасибо большое за комплименты. Мне это всегда очень приятно. Это дает возможности для роста дальнейшего. И самое главное, берегите себя. И до следующей встречи. Спасибо. 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 Спасибо.